Всем привет! С вами Анастасия Кадетова и я расскажу вам о главном за день. Война опять перешла на территорию России. Весь день обстреливаются приграничные регионы. Расследователи рассказали, какую дорогую игрушку подарили Кабаева и друзья Путина. А Минобороны приняла новое решение по поводу мобилизации. Какое именно, узнаете из этого выпуска. Сегодня несколько приграничных регионов России пострадали от обстрелов. Обломок ракеты прилетел в крышу жилой многоэтажки в Белгороде. Очень похоже, что это часть ракеты ПВО. Человеческих жертв, к счастью, нет. Жителей дома эвакуировали. Также пострадало соседнее здание и припаркованный автомобиль. И еще одна часть снаряда упала на спортивную площадку городского лицея. А в селе Красное в Белгородской области часть ракеты попала на территорию школы. Но детей там не было, потому что несколько дней назад учеников этого и нескольких других приграничных округов Белгородской области перевели на дистанционное обучение. А вот так выглядит таможенный пункт пропуска в Шибекино. Тоже Белгородская область. Похоже на последствия минометного обстрела. По словам местного губернатора, жертв и пострадавших нет. Но здание почти полностью разрушено. Эти кадры снова из Белгорода появились буквально час назад. Сообщается, что это горит склад с боеприпасами. В Курской области обстреляли трансформаторную подстанцию в поселке Теткино. Вот запись камер видеонаблюдения. Губернатор заявил, что сегодня было минимум 15 прилетов по региону. На произошедшее сразу же отреагировали в Госдуме. Единорос Евгений Лебедев назвал обстрелы полным безобразием и пригрозил ответными ударами по Украине, вроде тех, что были 10 и 11 октября. Ну, интересное решение, учитывая, что мы видим, чем сильнее Россия атакует Украину, тем чаще война заходит на ее собственную территорию. Сегодня у Алексея Навального прошли заседания по искам. Он подал в суд на колонию за незаконное содержание в ШИЗО и лишение его адвокатской тайны. Напомню, что с середины августа Алексея заперли в бетонном карцере и почти не выпускают оттуда, каждый раз придумывая все более идиотские предлоги. А в начале сентября тюремщики пошли дальше и лишили его адвокатской тайны. Любая переписка с адвокатами теперь читается и цензурируется, а на встречах сидят надзиратели. В Кремле пытаются сделать все, чтобы Навальный молчал. Но, как он сам сказал на суде, никто не сможет отнять у него право думать и говорить. Он продолжит выступать против Путина и войны, а мы можем ему в этом помочь. Говорите о Навальном и распространяйте это видео. Друзья Путина уже 15 лет содержат его любовницу Алину Кабаеву. Так Владимир Колбин, сын друга детства Путина, одолжил ей 12 миллиардов рублей, чтобы холдинг «Национальная медиагруппа», которую она возглавляет, купил телеканал СТС. Расследование об этом опубликовал Центр Досье. Много лет путинские олигархи покупают любимице Путина и ее семье элитную недвижимость и землю. Им принадлежат 10 квартир в Москве и Петербурге, а также участки и коттеджи в Московской области и в Сочи. Их общая стоимость достигает 2,5 миллиардов рублей. Кабаева неоднократно останавливалась на вилле Геннадия Тимченко в Швейцарии и отдыхала на яхте Путина Шехерезада, которую ему тоже подарили олигархи. Но сами путинские дружки заработали все за счет коррупции. Получается, любовницу Путина содержим мы с вами. Назначенный Кремлем губернатор оккупированной Херсонской области Владимир Сальдо попросил власти увезти местных жителей в Россию, потому что регион подвергается обстрелом. Очень похоже на объявление эвакуации, но он это назвал отъездом на отдых и учебу. В связи с этим руководством Херсонской администрации было принято решение организовать возможность выезда в другие регионы Российской Федерации для отдыха и учебы херсонских семей. И его заместитель Кирилл Стримаусов тут как тут начал уверять, что это не эвакуация ни в коем случае, а временное пребывание в других субъектах России. Никто никого не эвакуирует, никакой эвакуации нет, никто никуда не собирается уходить. Более того, это все рабочий формат. Еще раз напоминаю. Очередной пример кремлевского новояза. Эвакуировать людей нужно от войны, от хлопков в рамках спецоперации, разве что на отдых поехать. В правительстве уже ответили, что помогут организовать выезд жителей, даже обеспечат их бесплатным жильем. Такая вот забота – принести войну, уничтожить нормальную жизнь людей, чтобы потом милостливо выдать койко-место. А Путин продолжает шантажировать мир ядерной войной. Россия перебросила к границе с Норвегией 11 бомбардировщиков, способных нести ядерный заряд. Свежие спутниковые снимки с границы опубликовало норвежское издание. По данным журналистов, они были сделаны утром 7 октября. На них видны 7 военных самолетов Ту-160 и 4 Ту-95 на авиабазе «Оленья» в Мурманской области. Обычно эти самолеты базируются в Эмгельсе, но сейчас Путин перебросил их к границе страны-члена НАТО, чтобы придать убедительности своим угрозам. Стало известно о месте дислокации 13 мобилизованных. Да, их уже успели отправить на поле боя. Все они находятся под Сватово в Луганской области. Их бросили туда без какой-либо подготовки. Изданию «Сирена» удалось подтвердить личности двоих. Один солдат ранен, а его друг погиб. Выживший называет происходящее на фронте «мясом». Рассказывает, что неподготовленных солдат с автоматами бросают на танки. Среди них уже много раненых и погибших. Многих даже не удается опознать. Видео с пятью пленными мобилизованными опубликовали украинские власти. В сеть также попало видео с шестью солдатами, которых отправили в Сватово. Все они жалуются на отсутствие военной подготовки. Всего же известно о почти двух десятках мобилизованных, уже оказавшихся на линии фронта. И сегодня стало известно о первых смертях. В Челябинской области рассказали о пятерых погибших. И это только один регион. И только три недели после начала мобилизации. Сколько всего грузов 200 совсем скоро начнет возвращаться в Россию, страшно представить. А тех, кто отправляется на войну из тюрем, предложили освобождать на законодательном уровне. Сенаторы Ольга Коветиди и Андрей Клишас разработали законопроект о помиловании таких солдат, которые были осуждены за преступления небольшой и средней тяжести. Но сразу уточняется, что закон не будет распространяться на митинговые статьи, дискредитацию или фейки о российской армии. Жест доброй воли Министерства обороны. Так депутат Госдумы Андрей Картополов назвал свежее решение давать отсрочку многодетным отцам, у которых трое детей младше 16 лет. Такая вот добрая воля не отправлять на смерть отцов из многодетных семей. Раньше такую отсрочку могли получать только те, у кого четверо или больше несовершеннолетних детей. Хотя и это не всех спасало. Сегодня парламентская ассамблея Совета Европы, из которой Россия вышла в этом году, приняла резолюцию о признании России страной с террористическим режимом и назвала нахождение России в совбезе ООН незаконным. За это проголосовали абсолютное большинство делегатов. Организация также призвала создать международный трибунал по всем путинским преступлениям. В России сейчас действительно террористический режим, но главное, чтобы Запад понимал, кто в ней главный террорист и бил в первую очередь по нему и его окружению, а не всем россиянам без разбора. Правительство России одобрило очередной законопроект. В этот раз о пропаганде ЛГБТ. Теперь пропагандировать хотят запретить не только среди детей, а вообще среди всех. И штрафы планируют сделать еще выше – от 100 тысяч до 4 миллионов рублей. Я считаю этот закон бредовым и людоедским. Со своей личной жизнью люди могут делать все, что захотят. А если вы поддерживаете этот закон, учитывайте, что теперь преследовать смогут вообще любое упоминание нетрадиционных отношений, независимо от оценок. Это были все новости к этому часу. Пожалуйста, поставьте лайк этому видео и напишите комментарий. И неожиданно хорошая новость. Теперь вы можете поддержать нашу программу на Патреоне. Ссылка в описании под видео. С вами была Анастасия Кадетова. Субтитры создавал DimaTorzok